Девятого апреля в научно-образовательном центре наосферологии и устойчивого наосферного развития состоялось заседание круглого стола, храмы Крыма, архитектура, история, археология, искусство и культура. Организаторами мероприятия выступили факультет славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ, архитектурно-строительный факультет Академии строительства и архитектуры, Крымский институт археологии и муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей города Симферополя, а также научно-образовательный центр наосферологии и устойчивого наосферного развития. В ходе заседания были сделаны доклады об отображении образчиков христианского религиозного зодчества в литературе и изобразительном искусстве. Мы стараемся из материальных источников, из каких-то исследований о храмах, из фотофиксации, изучения этих храмов, стараемся понять, что двигало этими людьми, что скрывается за этими стенами, за стенами храма, какие мысли и чувства посещали людей, которые заходили, для чего они их воздвигли, понимаете? А художники, они, когда видят храм, они невольно погружаются в эту ауру, в эту духовную среду, которую создала этот храм. И это видно на их работах. Я очень благодарна, что Центр, Дом науки, как мы называем привычное, сделал такую выставку, потому что мы глазами художников посмотрели на эти храмы. Не только строки архивных каких-то изысканий, не только чертежи, не только фотографии, а вот восприятие человеком того духовного, что скрывалось в стенах этого храма, что скрывалось в душах людей, которые создавали, возводили эти храмы. А также были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются при реконструкции памятников истории. Одной из них является недостаточная осведомленность мастеров о периоде возведения сооружения, что приводит к большой погрешности при реставрации первозданного вида храма. В рамках круглого стола прошла презентация коллективной выставки художников «Храмы Крыма», на которой более двух с половиной десятков мастеров представили свои работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова